В нашей студии гости и даже не один, а сразу два. Светлана Федоранчук, директор школы телевидения Телешко, а также Антон Михалёв, режиссёр детских и семейных телепроектов. Доброе утро, друзья. Мы продолжим, наверное, тему вообще талантов и детей. Свяжем её в одну. Давайте вы расскажете более подробно о своей телешколе, о том, кого вы сейчас обучаете. Будущих журналистов, наших конкурентов, я так понимаю. Да, да, да. Как конкуренты? Я с ними уже смог познакомиться, это наши конкуренты с вами. Я бы хотел, скажем, несколько уточнить вопрос. Вообще, что такое детское телевидение? Если детское телевидение, то это вопрос лучше к Антону Владимировичу. Антон Владимирович, расскажите нам. Если о детской телешколе, то тогда ко мне. Давайте со школы начнём, потому что со школы всегда всё начинается. Телешкола — это место, куда приходят дети с пера по 11 класс, и они хотят развиваться. И самое главное, что если они даже и не станут потом известными телеведущими и не свяжут всю свою жизнь именно с телевидением, то они станут уверены в себе, они научатся работать в кадре. Потому что там всё по-настоящему. Я видела, там работают ребята-операторы, есть сами корреспонденты, которые пишут, редакторы, режиссёры. Да, да, совершенно верно. Работают с настоящими камерами. То есть это не школа, куда мы приходим, садимся за парт, и человек говорит, итак, телевидение было изобретение, но тогда нет, это всё идёт на практике. Это здорово, потому что у них есть возможность учиться у настоящих профессионалов своего дела. Вот такого профессионала своего дела мы привезли в этом году в Симферополе. Это Антон Михалёв, он известный режиссёр детских и семейных телепроектов. В известных в узких кругах. В узких кругах. Вот, сегодня тоже и в Крыму. И поэтому для ребят, которые учатся второй год, для них уже интереснее и приятнее снимать, что-то делать самостоятельно, какой-то свой продукт. И у нас сегодня гость для того, чтобы он пришёл потом с ребятами, пообщался и отсмотрел их работы, которые они самостоятельно придумали, сняли, создали на базе телешколы, и дал совет, задал нужное направление, в котором им стоит двигаться. То есть это будет настоящий мастер-класс, в котором дети смогут себя проявить. Когда пройдёт этот мастер-класс? Но я так понимаю, что это только для ребят, учеников телешколы. Нет, у нас, вот то, о чём мы говорили, это для учеников телешколы. Совершенно верно. А сегодня будет мастер-класс в 5 часов вечера. Это Крымский республиканский пресс-центр Козлова, 45А. И туда может попасть любой человек, которому больше 12 лет. Потому что мастер-класс всё-таки идёт полтора часа, и там будет объясняться, как создать успешный медиапроект. А эти знания уже нужны. Все секреты мы будем рассказывать. Ох, это будет очень здорово и интересно. Несколько надо будет полезно. А можете сейчас приоткрыть завес? Вот хоть несколько секретиков нам. Мы стали давно уже задумывались об этом. Приходите, у вас и так очень уютная студия. Мне кажется, у вас уже всё есть для того, чтобы создавать успешный проект. Но поскольку мы всё-таки делаем уклон на молодёжную историю не просто для всех, то я не только рассказываю про телевизионные проекты, но и про популярный сегодня интернет, про свои личные блоги, по большому счёту про любой медиапроект, который существует. У каждого есть соцсети, телефон. И, в общем, самое главное, чтобы я не просто в воздух что-то делал, а чтобы это пользовалось успехом. И именно с этим вопросом приходят ребята и на мастер-классы, и ко мне просто лично. И вот я не хочу превращать наш эфир, конечно, в этот мастер-класс, но самое главное, с чего начинается, и с чего мы сегодня будем начинать, это с определения аудитории, для кого мы это делаем. Мало подростков, мало ребят, мало начинающих журналистов и телевизионщиков понимают, для кого они создают какую-то свою программу или блог в интернете, или фотографии, которые они выкладывают в соцсети. Как только ты поймёшь, для кого ты это делаешь, сразу будет успех. Ну, а у меня вопрос, а зачем? Вот зачем детям сегодня быть блогерами? Я бы не замыкался вообще в блогеры и так далее. Я брал бы слово «медиа» в обиход, потому что это такое универсальное всё-таки проявление. То есть сегодня журналистика уже без этого невозможна? Мы говорили о том, что очень естественное переплетение. Телевидение ходит в интернет, интернет приходит на телевидение, это нормально, это естественный процесс. И надо научиться просто с этим жить, справляться и... И этим пользоваться. Вот, это самый важный момент. Потому что сейчас медиа абсолютно во всех проявлениях жизни наших, это не только телевидение, это просто собеседование какое-нибудь для того, чтобы устроиться на работу. Это создание своего бизнеса, для того, чтобы продвигать его дальше в интернете в том же самом. Это всё медиаиндустрия. И если ты обладаешь знаниями, умениями, навыками журналиста, оператора, режиссёра, творца медиапродукта, то ты можешь стать успешным бизнесменом в будущем и продавать свои тортики через интернет. Либо просто успешным сотрудником, которого будут хотеть удержать на месте и продвигать дальше. Я думаю, что вы с нами должны согласиться. Я хотел этот момент сейчас уточнить. Почему? Потому что я думаю, многие зрители нас послушают и подумают, да, наверное, этот мастер-класс для тех, кто хочет бизнесменом стать. Нет! У которого уже есть какие-то финансы, стартовый проект и так далее. Это абсолютно творческая история. Мы все с вами, ну, мы-то с вами, творческие люди, мы с вами находимся всё-таки в творческой индустрии. А любой человек, чем бы он ни занимался, он так или иначе творец. Он всегда что-то создаёт. Даже отчёт в бухгалтерии – это тоже результат творчества, поверьте мне. И чтобы чувствовать себя уверенно, комфортно, для того, чтобы спокойно и уверенно общаться с людьми. Создаются такие школы, да, создаются такие школы, проводятся такие мастер-классы, на которых те знания, которые дают аудитории, и ребятам, и взрослым людям, абсолютно универсальны. Их главное потом просто правильно применить. Вот и всё. И иметь желание применять, что тоже очень важно. Света, ну, мы с тобой общаемся, хорошо друг друга знаем. Конечно же, я слежу за твоим блогом, за деятельностью Телешку. И видела неоднократно, как твои ребята ездят по регионам России, где представляют Телешколу, представляют свои таланты, свои знания. Расскажи немножко об этом. В Телешку – это… почему это ещё очень ценно и важно для родителя, понимать, почему ребёнку стоит обучаться в Телешколе. Помимо того, что это ценные знания, это ещё и движуха есть определённая. То есть дети видят, что они находятся в той среде, которая классная, которая интересная. Когда они выезжают в другие регионы России, во-первых, это другие города, это другие люди, это знакомство с такими же ребятами, которые хотят творить и что-то делать интересное. И у них есть возможность походить по другим телеканалам, по изданию. Да, такая возможность тоже присутствует. А иногда не только походить, но и поработать. А иногда принять участие, да. Вот, мы в скором времени собираемся на ещё один такой подобный фестиваль, и там даже будет возможность принять участие в роли ведущего утренней программы. Ух ты, настоящие наши конкуренты. Так что это конкуренция, о которой мы говорили с самого утра. Коллеги, к сожалению, время подходит к концу, но так мы вас просто не отпустим. Мы предлагаем пройти к нашей фотозоне. У нас такая инсталляция на тему перехода от аналога к цифре. Сделаем фото на память. Да, фото на память. Надо будет очень широко улыбнуться, сказать слово «цифра». Проходим туда поглубже, широко улыбаемся и говорим слово «цифра». Да. Раз, два, три. Цифра! Цифра!